Здравствуйте, это компания Viva Telecom и сегодня мы познакомим вас с радиостанцией GFK2 от компании President. Эта станция относится к премиальным, ну то есть к высокой линейке станций, к высокой стоимости. И у нее отличие следующее, то есть у нее управление в ретро стиле, то есть все переключатели у нее выполнены в виде механическими, то есть и кнопки, и выбор модуляции. И у нее есть встроенный Vox, то есть станция очень надежная и управление у нее несколько необычное. Вот мы сегодня вас и познакомим с ней повнимательнее. В комплекте поставки с радиостанцией GFK2 идет следующее, сам прямый передатчик, набор документации, фирменная наклейка President, кабель питания с предохранителем. Далее набор для установки радиостанции на скобу и соответственно микрофона и сама скоба. Ну и также естественно идет микрофон электретный с кнопками управления вверх и вниз, тоже в комплекте. Панель радиостанции сзади. Сзади у нас расположен антенный разъем UHF розетка, как обычно. Далее вход микрофона Vox, то есть для управления передачей просто голосом, не нажимая кнопку PTT. Далее у нас идет выход на динамик для системы оповещения, так называемый пэблик адрес. То есть это оповещение локально, не передача в эфир, а именно выход на громкоговоритель, допустим, вынесенный на крышу автомобиля. То есть это громкоговоритель местный. И выход на внешний динамик у нас расположен справа. Ниже под этими выходами расположен разъем кабеля питания. Передняя панель радиостанции. Крайний регулятор верхний слева у нас регулирует усиление микрофона. Ниже под ним находится шестиконтактный разъем для подключения тангенты, ну или ручного микрофона. Далее кнопки у нас все. Управление кнопками вынесено отдельно на разные кнопки. То есть это очень удобно, не надо в меню выбирать. Сразу все функции основные доступны с прямого переключения кнопки. Вот эта кнопка отвечает за выбор модуляции. И она же за паблик адрес, ну то есть за вещание на внешний динамик. Далее выбирается аварийный канал 9-й, 19-й, Roger Beep так называемый. Это по окончанию передачи нужен вам звук или нет выбирается. Здесь включается кс-в-метр встроенный. Включаются фильтры для защиты от помех. Отсекаются верхние частоты для улучшения качества речи, если необходимо. Кнопка работы с памятью и она же выбор сетки и частот при выключенном питании работает. Ну и кнопка выбора вокса, то есть активация передачи без нажатия на кнопку тангенты. Далее регуляторы левый под дисплеем у нас включает станцию и регулирует громкость. Второй регулятор у нас регулирует уровень шумоподавителя до конца влево. Он включает автоматический режим. Если мы регулируем вправо, то он меняет уровень шумоподавления ручной. Далее у нас регулировка приема и регулировка выходной мощности. То есть если вы на каких-то небольших расстояниях работаете, то вы выходную мощность можете понизить. Рекомендуем, конечно, на трассе оставлять ее на максимум. Ну и правый регулятор у нас переключает каналы или осуществляет навигацию по меню. Давайте проверим выходную мощность. Обратите внимание, что лучше выбрать сетку E 15 канал, потому что в EU в амплитудной модуляции будет мощность выходная всего лишь 1 Вт. Соответственно, выбирайте E, чтобы 4 Вт было и в частотной модуляции, и в амплитудной. Так, проверяем выходную мощность. Модуляция амплитудная, 15 канал. Вся шкала у нас 5 Вт. По нижней шкале ориентируйтесь. Так, передача. Ну, 4,2 Вт примерно. Так, давайте теперь частотная модуляция на том же канале. Тоже где-то 4,2 Вт, 4,3 Вт. То есть, станция изначально соответствует заводским характеристикам. Ну, давайте теперь проверим радиостанцию на прием. В амплитудной модуляции на 15-м канале. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Ну, вот такой обзор получился. Станция JFK-2. У кого появились вопросы, задавайте их в комментариях. Кому видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok